В таких чудовищных масштабах никто не понимает, куда все это уходит. Никто. Все знают уже как факт. Это говорят представители Ближневосточного региона, соответствующих стран Ближнего Востока, Севера Африки. Общеизвестный факт, что оружие, которое поставлялось Соединенными Штатами или другими натовскими странами, всплывает именно в регионе Ближнего Востока. Причем всплывает не единично, не случайно, не в качестве подброшенного. Оно существует и присутствует там массово, то самое оружие, которое являлось частью поставок киевскому режиму, для того, чтобы он совершал агрессию против нашей страны. Неужели никто ни в Пентагоне, ни в Госдепартаменте этого не знает? Но этого же не может быть. Знают. Но они также знают, что участвуют в колоссальной мистификации, результатом которой является трагедия для миллионов людей. Они знают, что они участвуют в коррупционных схемах. Они знают, сколько денег возвращается, буквально коснувшись украинских финансовых институтов, обратно туда, откуда приходили. И они знают, какое количество техники списывается как бы под нужды киевского режима и в принципе туда не поступает. Либо разворачивается, не доходя территории Украины, либо там перераспределяется и перепродается. Или просто как бы вписывается на баланс, а на самом деле это пустота. И это оружие давно уже было передано или перепродано в другие регионы мира. Все. Вот буквально до каждой буквы мы об этом говорили. Мы все это рассказывали, как только начиналась специальная военная операция. Но и до этого говорили обо всех этих коррупционных схемах между коллективным Западом, в первую очередь это США, Британия, Брюссель, безусловно, и другими натовскими странами с киевским режимом. Содержать киевский режим к Западу с каждым днем становится все сложнее. Со всех точек зрения. Финансовой, политической, идеологической. Я бы сказала моральной, но у Запада нет морали. Я имею в виду политические режимы этих государств. А вот с идеологической объяснять населению собственных стран, что они там забыли, становится уже просто невыносимо. Совершенно не скрываю, что к концу года у них просто не будет средств для помощи киевскому режиму. И, собственно говоря, прямо об этом. Не косвенно, не в виде утечек, а прямо. 4 декабря об этом сказал, буквально признался глава административного бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. А помощник президента Джо Байдена по вопросу о безопасности Джейк Салливан иронично заметил. Это прямая цитата. У нас просто нет волшебного горшочка с деньгами, откуда мы могли бы их взять на помощь Украине. Конец цитаты. Ну, не знаю, мне казалось, что печатный станок в США это и есть волшебный горшочек, откуда они всегда берут эти деньги. Древожные для режима Зеленского сигнала поступают из Европейского Союза, где из-за бюджетного спора в ЕС под угрозой оказались 50 миллиардов евро на нужды киевского режима. При этом сами западники не раз открыто говорили, что не знаю, куда именно попадает их помощь, оказываясь на территории Украины или вообще до нее не доходя. В таких условиях им становится, как я уже сказал, все труднее объяснять избирателям, почему десятки миллиардов долларов были бездарно потрачены на погрязшие в крови и коррупции режим Зеленского. Да потому что, давайте поможем мы, потому что это не только режим Зеленского погряз в этой самой кровавой коррупции, но и те, кто его спонсирует. А как же иначе? Откуда бы у этих киевских режимных коррупционеров были бы деньги? Страна давно ничего не производит. Страна давно ничем не торгует, кроме жизней своих граждан. Страна давным-давно не является никаким, не то что раем, а вообще в принципе даже потенциальным местом для инвестиций. Но при этом миллиарды долларов и евро туда направляются без этой так называемой помощи на мир, а на самом деле финансовых потоков. Никакой коррупции в Украине давно бы не было. Но ведь ее же подпитывают. Поэтому когда вот эта вся бригада натовская обвиняет Зеленского в коррупции, ну нужно быть последовательными, идти до конца и говорить о том, что они эту коррупцию и финансируют. В чем самое интересное, они говорят о том, что, я имею в виду натовские и есовские бригадиры, говорят о том, что эти деньги можно было бы направить на более достойные цели. Например, в социальной и медицинской сферах. Это где они нашли медицинскую или социальную сферу на Украине? Мне просто интересно, независимую и ориентированную на граждан Украины. Ну давайте напомним им, что вся медицина последних десятилетий, а последних 10 лет вот конкретно на Украине полностью была интегрирована в американскую систему. Не здравоохранение, а финансирование этой сферы. Мало того, она была подмята, она была частью уже американской военной машины, потому что биолаборатории, которые действовали под эгидой Минздрава Украины, это были биолаборатории Пентагона США. О социальной сфере или о социальной, я не знаю, области на Украине говорить в принципе смешно. Какая такая социальная сфера? Они многие годы в принципе не выплачивали пособий, пенсии, зарплат и так далее своим же гражданам на юге, на юго-востоке Украины. Вообще не платили. Какая социальная сфера сейчас? Я не знаю, возможно, они называют социальную сферу вот эту вот чудовищную, кровавую, насильственную мобилизацию, когда людей с криками, забивая дубинками под дулами пистолетов и автоматов, запихивают буквально в автозаки и увозят. Вот это социальная сфера, это работа с населением. Это гарантированный паек граждан Украины. Мне иногда говорили, что киевский режим утратил остатки государственной самостоятельности и лишил Украину вообще какой-либо независимости, суверенитета. Ее внутренняя внешняя политика определяется исключительно англосаксонскими кураторами. Неудивительно, что в Киеве проигнорировали знаменательную для современной истории страны дату 1 декабря. А я напомню, что это за дата. Это дата, когда исполнилось 32 года со дня проведения судьбоносного для бывшей украинской советской социалистической республики всеукраинского референдума о подтверждении акта про возглашение независимости Украины. Вот вы спросите, почему же все же слова на месте? Акт про возглашение независимости Украины. Почему же так это все теперь не нужно и неинтересно до такой степени, что даже не вспоминают? Потому что нужно было забыть, приказанно не помнить о том, на каких условиях была обретена независимость. И что от нее осталось после того, как за дело взялся Запад. Но я напомню, дело в том, что в ходе лебесциток 1 декабря 1991 года жители страны подтвердили акт про возглашение независимости Украины 24 августа 1991 года, признав тем самым необходимость неукоснительного соблюдения Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 года. В соответствии с ним, разглашалось намерение стать постоянно нейтральным государством, не принимать участие в военных блоках и иметь безъядерный статус. Понятно, почему дата не отмечается, и этот исторический факт полностью предан забвению. Очевидно же, как очевидно, что киевский режим давно поставил крест на будущем Украины, как суверенного государства и взял курс на ее проабощение трансатлантическими корпорациями и превращение в колонию Запада. Мы обратили внимание на чудовищную новость о мобилизации ВСУ несовершеннолетних граждан страны. Это не добровольцы. Это не прообразы сынов полка. Ничего подобного. Это насильственное, ну конечно, естественно, называемое всеми возможными правильными словами, но так или иначе, мобилизация вооруженной силы Украины несовершеннолетних граждан этой страны. Первая группа у современного Гитлера Югента по-украински, а она состоит из подростков-сирот, уже обучили в Центре подготовки резервов Гермодатской сечи и отправили в расположение 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. А можно я задам Зеленскому вопрос? Он еще помнит свою фразу «они же дети». Да-да, эти слова надо было говорить не тогда в отношении людей вполне самостоятельных, а сейчас. И адресовать этот вопрос тем, кто такое придумал, кто удумал детей, сирот, несовершеннолетних, включать в вооруженные силы Украины и отправлять на верную смерть прям сразу. Вот здесь пригодилась бы эта фраза «они же дети». Потому что они же дети. И мы мозги удобно промывать, а потом отправлять сразу в могилы, торжественно выдрузив над ними желто-плакитный стяг. Вот он, патриотизм. По-киевско-режимному. Вот она, либеральная демократия, подготовленная коллективным Западом для Украины. Несмотря на то, что изначально детей якобы обещали держать в тыловых районах Харьковской области, уже поступают сведения о первых убитых на поле боя сиротах. Где все-то? А где ЮНЕСКО, кстати? Где госпожа Азуле? Они же там по каждому поводу начинают дергаться. Как же так? Как там гражданское общество, общественные организации, выборные системы? Есть сейчас желание задуматься, а может быть даже и поговорить на тему того, как киевский режим устроил в 21 веке на основе и на базе неонацистских идеологических установок настоящий Гитлер-Юген. Заново обновив, реинкарнировав всю эту идеологию. Директор детского дома, откуда забрали одного из подростков, сообщил, что ее 17-летний воспитанник погиб в районе населенного пункта Новоселовская. В своем злобном отчаянии преступный режим Зеленского дошел до крайней степени ожесточенности, если начал уже детей отправлять на очевидную погибель. Но ведь это же оттуда, все оттуда, из Второй мировой для нас Великой Отечественной. Это огонь от Третьего Рейха 1945 года. В окопах сейчас в Украине гибнут женщины, пожилые люди, теперь подростки-сироты. Руками киевских фашистов совершается истребление украинского народа. Боевые действия ведутся киевским режимом в угоду запада до последнего украинца. Это никакая не фигура речи, это никакая не символика, это констатация. Запад решил буквально вырезать украинское население. Что там, кстати, с национальным-то вопросом? Нам же все время рассказывали, что там такая расстановка сил по национальности в киевском режиме, что это является гарантией не реинкарнации нацизма, фашизма, расизма и так далее. Мы же видим, к чему это приводит. Буквально к истреблению нации. 24 ноября правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета экспертной оценки Совета Европы и его органов касательно прав национальных меньшинств в сообществ в отдельных сферах. О чем же это сложное название? Разработчики не скрывают, что пойти на этот шаг их заставили надежды на вступление в Евросоюз. Давайте я напомню. Требование о проведении украинского законодательства в соответствии с европейскими нормами в сфере защиты прав нацменьшинств было выдвинуто к Киеву Еврокомиссии в качестве одного из основных условий начала переговоров о членстве в Европейском Союзе. Что же предполагается? Предполагается, вы только вдумайтесь, тректировка целого ряда законов, регулирующих языковую политику на Украине. Закон о госъязыке, государственном языке. Закон о полном общем среднем образовании, высшем образовании, закон о нацменьшинствах. На что же все это направлено? Направлено это, прежде всего, на расширение прав и сферы применения официальных языков в стран, вы, наверное, подумаете, Украины, ближайших соседей, но соседей, которые были буквально единым пространством еще недавно. Но нет. Все это направлено на расширение прав и сферы применения официальных языков в стран самого Европейского Союза. В частности, доносители этих языков предусматривают обучение в школе на родном языке в течение всего срока. Также разрешается среднее профильное высшее образование на языках Европейского Союза на территории Украины. Некоторые послабления предполагаются в сфере рекламы, книг-издательства, средств массовой информации. Что же русский? Тот самый язык, который является способом, средством естественного общения для миллионов граждан этой страны и всегда являлся. Тут складывается следующая картина. В течение пяти лет после окончания войны положение закона о нацменьшинствах на него распространяться не будут. Как будет развиваться ситуация дальше? Неизвестно. В любом случае образование на русском языке будет по-прежнему запрещено. Но нету ничего, что отличало бы вот эти шаги и Европейского Союза, и Киевского режима, и всех их кураторов из НАТО, США, Британии и так далее, от действий нацистов по изменению человечества, по их собственному усмотрению и образцу переучивания детей, людей, изменения вплоть до выведения нового человека, формирования народа, целого народа в новом, совершенно ином, отличном от естественной для него среды. В пространстве, культурном, языковом, образовательном, историческом, кстати говоря, тоже. Это идентичные вещи, мы сегодня еще об этом поговорим. Этот законопроект ярко высвечивает реальную неонацистскую сущность киевского режима, которым руководят западные кураторы. Насимые поправки, языковая сегрегация, откровенные издевательства над гражданами Украины. Это не подлежит никакому сомнению, потому что нет никакого факта, который можно было бы привести в защиту подобного. Русский язык это не язык национального меньшинства. Помимо этнических русских на Украине на нем говорят украинцы, белорусы, армяне, евреи, представители многих других национальностей. Где все-то? Где все международное сообщество? Все же молчат. Я имею в виду представители Европейского Союза, которые также входят в ОБСЕ. Молчит ОБСЕ. Конечно, Советы Европы в принципе не до этого. И быстрее бы перепрошить людей на Украине, превратить их в рабов окончательно. Вот мне просто интересно, вы только вдумайтесь. Это же все сейчас уже вводится? Для чего? Для того, чтобы люди в принципе утратили какую-либо ориентацию в пространстве. Чтобы они были просто утрачены сами для себя. Чтобы они стали послушными проводниками воли людей, которые смотрят на Украину, как просто на жирный кусок. И смотрели, кстати говоря, всегда. Хотя законопроект еще находится на стадии рассмотрения, его окончательная редакция пока не сна. Одно можно сказать точно. Русский язык они не смогут уничтожить. Его просто нельзя уничтожить. Несмотря на вводимые запреты, люди на Украине продолжают общаться, смотреть фильмы, кстати говоря, слушать песни, искать информацию в интернете на русском языке. 4 декабря в Москве состоялся международная научно-фактическая конференция «Украинский нацизм в 21 веке. Корни и ветви». В нем приняли участие эксперты, ученые из ряда стран, включая Белоруссию, Сербию, Италию, Францию. Министерство иностранных дел России выступило уполномоченное по вопросам прав человека, демократии, верховенства права, директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека Григорий Лукьянцев. Ученники пришли к однозначному выводу, но Украине мы имеем дело с фашизмом на государственном уровне. Украинский нацизм — нелокальное явление. Это проблема всего мира. Наблюдается его повсеместное расползание, популяризация. А нацизм — это буквально родной брат расизма. Это очередная реинкарнация той самой же логики исключительности и доминирования, превосходства. Она в веках имела разное обличие. Теперь вот такое. И через его возрождение происходит возврат к неоколониальной российской политике Запада. Именно поэтому специальная военная операция продолжается. И буквально каждый день мы получаем все больше доказательств ее не просто актуальности, а праведности. Было много заданных вопросов о передаче Украине истребителе F-16. Хотел сказать, что государства-члены НАТО продолжают, как вы понимаете, интенсивно вооружать Украину и научить действительно поставки ВСУ тактических истребителей этого типа. О них, говорят уже давно, создали целую отдельную коалицию стран, которые будут передавать самолеты киевскому режиму, обучать украинских пилотов. И с учетом того, что значительная часть аэродромной инфраструктуры Украины разрушена, не исключено, что базироваться эти американские истребители будут за пределами страны. В Польше, Словакии и Румынии. Таким образом, Североатлантический Альян все глубже увязает в украинском конфликте. На самом деле, как мы понимаем, ведет гибридную войну против нашей страны под лозунгом спасения Украины. При этом еще договорились до того, что их основная цель – предотвратить конфронтацию с Россией. Смешно. В реальности риски прямого военного столкновения между Россией и НАТО только возрастают. Для российских вооруженных сил истребителей, участвующих в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут с законной целью для уничтожения. О ситуации с эвакуацией российских граждан из сектора Газа. После возобновления 2 декабря поэтапного выхода иностранных граждан через КПП Рафах на территорию Египта удалось вывезти 135 граждан России и палестинцев, это члены семьи. Это информация на конец вчерашнего дня. Поэтому просьба понимать, что эти цифры могут колебаться буквально в течение нескольких часов. 5 декабря в аэропорт Домадедово спецрежиссером МЧС из Каира припала очередная группа 120 человек. Выездная группа МИД совместно с коллегами из МЧС и других ведомств оказала содействие в прохождении пограничного и миграционного контроля. Всего, напомню, с 12 ноября, то есть практически за месяц из сектора Газа удалось вывезти 898 граждан России и палестинцев, членов семей. Из них в Россию уже прибыли 883 человека из около 1100 обратившихся за помощью. Российские дипломатические миссии и российские дипломаты продолжают работу с израильскими, египетскими и палестинскими властями в целях скорейшей и безопасной эвакуации граждан России и палестинцев, членов семей из сектора Газа. И я все-таки вернусь к системе неонацизма и расизма. Я хотел бы обратить ваше внимание, что Министерство иностранных дел нашей страны подготовило очередной доклад о ситуации с героизацией нацизма. Ну, соответственно, и распространение неонацизма, и других видов практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, ну и так далее. Документ уже переведен на английский язык, он размещен на сайте Министерства. Ссылка обязательно будет интерполирован в текст сегодняшнего брифинга. Доклад подготовлен к духе предпринимаемых российской страной усилий по сохранению исторической правды о ходе и итогах Второй мировой войны. Хотел бы отметить, что с каждым годом все более устойчивый характер приобретают отмеченные в упомянутом докладе негативные тенденции, вызванные прежде всего откровенными двойными стандартами, которые убили в принципе стандарты их и фашистскими настроениями. Нынешний год, увы, не стал исключением. Проходившие ранее кампании по фальсификации истории и искажению роли Советского Союза в обеспечении победы над нацизмом и создании современной системы международных отношений не просто получили мощный импульс, но стали открыто насаждаться в публичном дискурсе. Цель этих поражающих масштабами цинизма акций по пересмотру истории называют теперь уже и открыто, это поменять местами агрессоров, которые развязали самую масштабную историю человеческую войну и воплощавшую жизнь идеологию расов исключительности, и государству участия к антигитлеровской коалиции, внешне решающей вклад в достижение победы. Сегодня насчитывается значительное число государств, в которых помогавших нацистам-колаборационистам участвуют буквально как борцов за независимость этих стран. Да и в общем всеми доступными средствами пытаются буквально переформатировать общественное мнение в нужном ключе. В этом году мир стал свидетелем первого случая публичных оваций такому, в кавычке, берег деятелю. Помните, как это было в парламенте Канады? Для борьбы с русским миром и советским мемориальным наследием активно задействуются национал-радикалы и прочие экстремисты, которые стояли буквально вот бок о бок с нацистами тогда, а теперь превратились в эталон, как их называют на Западе, правильного патриотизма. Ну знаете, есть новая нормальность и правильный патриотизм. Роли и задачи подобных стран в европлантической концепции, порядка основанного на правилах, абсолютно понятны. Россия видит все больше подтверждений тому, что исполняемые властями эти государства роли наносят ущерб интересам их собственных народов. В феврале 22-го года русофовская деятельность коллективного Запада получила дополнительный импульс и мотивы ее оправдания после начала Российской Федерации специальной военной операции под денацификацией и демилитаризацией Украины и защитой мирного населения Донбасса. В практическом плане это вылилось в тотальную дискриминацию россиян. В 23-м году события продолжают развиваться, собственно, по такому же сценарию. Выявленные тенденции лишь подтверждают отстаиваемые России тезис о том, что расовая дискриминация и героизация нацизма создают прямую угрозу ценностям подлинной демократии и защиты прав человека и бросают серьезный вызов международной и региональной безопасности. Важно, что абсолютное большинство членов мирового сообщества разделяет российские подходы по вопросам противодействия героизации нацизма. Это подтверждается ежегодно о принимаемой подавляющей большинством голосов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, борьба с героизацией нацизма, неонацизмом, другими видами практик, ну и так далее. Вы название знаете. Напомню, именно наша страна инициировала разработку этого документа и совместно с широким кругом соавторов из всех регионов мира ежегодно вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН. Положение указанной резолюции традиционно используется в качестве основы при подготовке этого доклада. Я имею в виду того доклада, о котором я сейчас говорила. И опять же об одном очень важном историческом факте, который сейчас приобрел новое звучание и правовую оценку и оформление. Речь идет о признании судом Калининграда зверств фашистов на территории Восточной Пруссии геноцидом народов Советского Союза. Это случилось 1 декабря. Калининградский областной суд признал преступление нацистов, совершенное на территории Восточной Пруссии геноцидом народов СССР. Я не буду цитировать этот документ, но обязательно цитаты мы разместим в сегодняшнем объединке. Я хотел бы просто напомнить, что целями и задачами Германии в войне против Советского Союза было уничтожение государственности нашей страны, захвату новых территорий с одновременным истреблением проживающего там населения. Это все открыто декларировалось. Специальными документами и директивами подразделениям СС предписывалось тотальное уничтожение, как они называли, защитников советского строя. Применение так называемого безнаказанного, избыточного насилия в отношении военнопленных и мирного населения. Организация, опять же, прямая цитата, массовой смертности советских граждан от голода. Конец цитаты. Вот этих людей сейчас героизируют на Украине, где каждый год рассказывают о том, что голодом их морил Советский Союз. Вы меня простите, конечно, но это же просто, это не отказ от истины, это еще хуже, это ее извращение. Когда истину знают, наверное, все-таки еще помнят факты, но намеренно делают все наоборот. Территория Восточной Пруссии не была исключением из общего правила, несмотря на то, что к моменту начала Великой Отечественной находился состав нацистской Германии. Здесь, как и на всей территории Третьего Рейха, осуществлялся преступный план по эксплуатации советских военнопленных и угнанного с оккупированной территории Советского Союза мирного населения в несовместимых жизнеусловиях с их последующим уничтожением. Для достижения этих целей германским командованием еще в сентябре 1941 года было известно распоряжение об обращении с советскими военнопленными. В нем говорилось, это теперь прямая цитата, «Большевистский солдат потерял всякое право претендовать на обращение как с честным солдатом в соответствии с Женевским соглашением. Неповиновения, активные или пассивные сопротивления должны быть немедленно и полностью устранены с помощью оружия. Штык, приклад и огнестрельное оружие. В отношении советских военнопленных, это прямая цитата из немецкого документа, даже из дисциплинированных соображений, то есть из соображений дисциплины, следует весьма решительно прибегать к оружию. По совершающим побег военнопленным, считали в Третьем Рейхе, это опять же прямая цитата, следует стрелять немедленно, без предупредительного оклика. Не следует проводить предупредительных выстрелов. И это документ. Это то, что написал не сумасшедший философ, где-то там, в оторванной от реальности, долине. И это то, что прошло институциональные проверки и было принято в качестве директивы в Третьем Рейхе. Ничего не напоминает, кстати говоря, вот именно так сейчас действуют их продолжатели, которые их же и героизировали, киевско-режимные неонацисты. Для реализации преступных деяний на территории Восточной Пруссии действовало не менее 47 концлагерей. Одним из наиболее крупных на территории Калининградской области являлся шталок 1А. Через данный лагерь, который функционировал до января 1945 года, прошло в общей сложности более 250 тысяч военнопленов, в том числе около 90 тысяч советских, 80 тысяч французских, 40 тысяч польских, 23 тысяч бельгийских, 12 тысяч итальянских и 7 тысяч британских. Советских пленах размещали в лагере, как было отмечено, чрезвычайно скученно. Так, например, в одном бараке вместо 100 человек размещалось до полутысячи. Иногда более. Антиценонитарное состояние бараков на участке наших военнопленных немцами считалось за правило. Неудивительно, что массовая смертность советских военнопленных в лагере была бы условна тем, что их содержали в гораздо худших условиях, чем в военнопленных западных стран. Опять, ничего не напоминает? Эта же логика сейчас. Отмените, нам говорят на Западе, все, что связано с Россией. Пусть высияет только идеология прекрасного сада, говорит Боррель, представляющий Европейский Союз. Только прекрасному саду, с точки зрения западников, нужно все. Вода, еда, медикаменты. А всем остальным нет. Или во вторую очередь, ну из остатков. А что, в пандемию разве было не так? Вспомните эти шулерства, которые устроили западники с нашими вакцинами. Ведь наша страна первая ее разработала и предложила всем в качестве примера взаимодействия и сотрудничества, для совместной разработки, тестирования, производства, в качестве гуманитарной помощи, кстати говоря, тоже. И что? Нашу вакцину даже не дали сертифицировать. Устроена ли настоящая вакханалия на площадках международных организаций и в рамках Всемирной организации здравоохранения? Кто же это сделал? Да эти же самые западники, которые не могли допустить, что мир будет использовать научные достижения тех, кого не исторически считали вторым сортом и маркировали. Тогда, в годы Второй мировой, для нас Великой Отечественной, маркировали пометкой ОСТ. Сейчас? Ну посмотрите, как сейчас маркируют. Как только не маркируют. Одни новости наших средств массовой информации, ведь на западных площадках, в социальных сетях выходят с пометкой, с желтенькой, специальной, разработанной, чтобы знали, что это новости не такие новости, как они делают. Другие, опасные. Тогда пленных этого лагеря освободили. Это случилось 10 февраля 1945 года. И освободили наступившие части 28-й армии 3-го Белорусского фронта. Факты жестокого обращения с советскими военнопленными, в том числе их расстрелы в концлагере Шталок-1А, нашли свое подтверждение в ходе проверки Следственного комитета России по Калининградской области. Настяжение целей нацистской Германии в войне против Советского Союза, в том числе на территории Восточной Пруссии, обеспечивалось реализацией еще одного принципа. Жители оккупированной территории должны стать ресурсной базой нацистской армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. Ну что, ничего опять не напоминает? Да точно так же с гражданами Украины сейчас поступают как бы украинские политики. На самом деле это поставленный Западом режим. Для них это ресурсная база. Люди, земли украинские, зерно украинское, территории, оставшиеся от советской эпохи, от помощи нашей страны, технологические инфраструктурные объекты. Это все для Запада ресурсная база. Тогда это выражалось в варварском использовании принудительного труда насильственно перемещенных советских граждан в СССР, в Восточную Пруссию, на строительстве немецких оборонительных рубежей, промышленном производстве, в бытовом обслуживании немецкого населения в Восточной Пруссии. А что разве сейчас не так? На Западе, и кстати говоря, во многих странах Европейского Союза относятся к мигрантам не в качестве ресурсной базы. Или у кого-то есть иллюзия, что их принимают на равных, наделяют такими же правами, как и граждан коренных жителей? Да нет, конечно, они нужны как даровая, бесправная рабочая сила. В тех странах, которые, пропагандируя вот эту всю, слава богу, попавшую под соответствующую квалификацию ЛГБТ, идеологию, выродились, а работать-то кому-то надо, вот она для них, ресурсная база, такая же, которая была и у Третьего Рейха. Бесправные, обездоленные, униженные люди, которые были вынуждены покинуть свои страны, Ближний Восток, Север Африки, теперь Украина, и которые потянулись на свет, как они считали, которые просто в попытках выжить, пришли в страны Европейского Союза. На самом деле, они та самая ресурсная база. Чем это все закончится, вообще непонятно, учитывая те процессы, которые проходят сейчас в странах Европейского Союза. Давайте вернемся тогда, в те годы. С самого начала войны нацисты полномерно перемещали наши граждан на территорию Германии, чтобы...